Дорогие друзья, наши милые снегирята, эта чудная сцена вас принимает уже пятый раз. Я хочу вас поблагодарить, всех, кто участвовал в подготовке этого великолепного концерта и всмотра, который проводит наша молодежная команда во главе Тавкониным, Довику, нашими депутатами, молодежной командой Усамольской, которая очень любит вас и которая гордится нашим депутатами. Хочу от души порадоваться вместе с вами. Нам удалось не только отметить 100-летие Великого Октября и пройти по страницам нашей удивительной державы, вам удалось сохранить все лучшее в советской, народной, национальной песне, танцах. И очень рад, что ваши воспитатели, хореографы и музыканты помогают новому поколению освоить все чудо нашего народного искусства и творчества. Я хочу обратиться к детям-победителям. Здесь вы все победители. Вы должны почувствовать, на какой земле вы находитесь. Земля талантов и земля наша планета, и земля нашей великой державы. Вы самые богатые дети на планете. Вам принадлежит шестая часть земной суши, и вы живете в самой большой стране с тысячелетней историей. Ваши отцы, деды и прадеды сумели отстоять нашу любимую державу. Но чем отличается Сигиревская земля? И здесь район Истры. Здесь Жуков отдавал приказ о московском наступлении. Здесь были разбиты отборные войска фашистской Германии. Наша Истра и этот район были в плену всего две недели. И когда разбили фашистов, допрашивали тех, кто взорвал рядом духовную сокровищу Новый Иерусалим. Фашистский офицер, который командовал войсками, ответил, почему они не стали наступать на Москву. Слушайтесь, взрослые. До Москвы, до Кремля, от Хима, где стояли фашисты, оставалось 17 километров. Генерал фон Бок, командующий войсками, телеграфировал Гитлеру, дайте две свежие дивизии, и мы возьмем Крем и Москву сходу. У них не нашлось двух дивизий. А сюда пришли отборные части Сибири, Дальнего Востока, Средней Азии, Сволги. Туда пришел весь советский народ в лице молодых и талантливых командиров и солдат. И здесь сломали хребет впервые в истории войны фашистскому зверю. Так вот, тот фашистский генерал ответил, мы не пошли на Москву, потому что считали более важным взорвать вашу духовную сокровищницу, Новый Иерусалим. История показала, брали и сжигали Москву. Но до той поры, пока мы не уничтожим ваш дух, вашу культуру, ваш язык, ваш коллективизм, как показала история, вы снова возродитесь. Вот вы охраняете лучшее, что у нас есть. Высокую духовность, высокую культуру, чувство коллективизма, дружбы, сотрудничества. Поэтому я очень рад, что этот наш конкурс открывает новые имена и новых победителей. Мы благодарим и жюри, которая участвовала. Но запомните, вы все у нас главные победители. Мы вас очень любим, гордимся вами. И все сделаем, чтобы земля талантов, страна талантов, народная память, высокая духовность процветали в нашем любимом Отечестве. Давайте поблагодарим и администрацию Снегирей, и директор, и мой родственник, коллектив, который нам помогает. Вот. Поблагодарим тем, кто организовал вам вчера великолепную экскурсию «Крем» на поклонную гору. Поблагодарим и пожелаем, чтобы они нас встречали каждый раз и еще лучше оказывали помощь всем талантам. Только что на этой сцене был галлоконцерт «Детей Донбасса». Мы в этом году здесь приняли 2000 детей Донбасса, 14 пиарерских смен. И эти дети плясали, пели, путешествовали по Подмосковью, были в Кремле, в Храме Христа Спасителя. Они посещали город мастеров. Мы в следующий раз вас пригласим не на один-два дня, а пригласим минимум на недельку. Организуем вам здесь оздоровление и покажем все лучшее стоит под названием. Спасибо вам! Это будет наш новый подарок от молодежной команды.